Привет всем! Походу компания Gillette пытается включить задний ход на полную скорость. Только что они выпустили новый ролик на своем австралийском сайте. И ролик эксплуатирует именно тему пожарных. Компании нужны герои, без них продажи что-то не идут. Я не поставил под роликом ни лайк, ни дизлайк, потому что считаю, что ни тот, ни тот не подходят по контексту. Но я бы обязательно написал комментарий. Но компания подготовилась, поэтому комментарии там закрыты. Знает кошка, чье мясо съела. Чуть раньше, месяц или два назад, компания Gillette копнула еще глубже, чем была все это время. И сделала еще один рекламный ролик про первое бритье транссексуала. В общем, компания сама напросилась. Gillette. The best a trans can get. Осваивайте эту базу, потому что другой вам, видимо, не светит. Знаете, одно дело проявляет толерантность к этой теме. А слово, напоминаю, обозначает невосприимчивость к чужеродным элементам. И совсем другое дело идентифицироваться с этими чужеродными элементами. Уже после этой рекламы наступила отчетная пора. И по отчетам получилось, что компания потеряла примерно 8 миллиардов долларов. И вы думаете, менеджмент взял свои слова назад, признал ошибки, извинился, выступил с заявлениями. Ничего подобного. Ровно наоборот. Продолжает настаивать, что все было сделано правильно, был отличный энгейджмент аудитории и так далее. Однако понятно, что еще год-два такого энгейджмента, и компанию можно будет закрывать. Или как минимум придется делать ребрендинг. На меня лично ролик с пожарным впечатлений не произвел. По-моему, это хуже, чем тот заяц из мультфильма себя вел. Помните? Стой, стой. Признаю свою ошибку. Лежачего не бьют. Если корпорации это люди, слышали слоган «Corporations are people», то эта корпорация очень специфический человек. Не знаю, что у него за расстройство, но как минимум он токсичен. Так что, как говорят англичане, «Too little, too late». Слишком мало и слишком поздно. Моя семья продолжает бойкот всех товаров с маркой Gillette. И призываю к тому же и остальных. Я думаю, это должен получиться хороший пример. И пожарники их тут не спасут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!